всем привет мы продолжаем тематику советского автоспорта и также продолжаем рассматривать свежие новинки от производителя xo models в масштабе 1 к 43 в сегодняшнем видео я хочу вам показать второй вариант гоночного автомобиля на базе ваз 2105 машина от первой модификации отличается цветом и также мелкими декоративными элементами обзор на первую модель вы можете найти на моем канале я делал его чуть ранее если посмотреть на ваз 2105 у ixo models то это не единственные модели которые предлагаются на рынке на сегодняшний день до этого у ixo выходили гражданские модификации в нескольких вариантах окраски и интересно то что гражданские версии были гибридными у модели был корпус взят от ваз 2107 с крышкой капота и крышкой багажника но почему-то установили решетку радиатора и фары от пятерки кстати салон был тоже взят от семерки но впоследствии ixo подправил эту недоработку и самая последняя модель в бежевом цвете уже была больше похожа на пятерку но не стал брать ее в свою коллекцию потому что был вполне хороший вариант и журнальной серии автолегенды ссср в красном цвете который тоже есть в моей коллекции и ixo годом ранее уже показывал две гоночных лады 2105 обе машины были белого цвета друг от друга они отличались порядковым номером также расположением спонсорских декалей и у одной модели были колесные диски взятые от обычной гражданской версии а у второй модели колесики были легкосплавные по дизайну напоминающие паутинку эти модели не брал свою коллекцию уже объяснял почему в первом видеоролике но для тех кто не смотрел то видео еще раз расскажу для меня не столь принципиально какой у автомобиля порядковый номер также кто выступал на этой машине и беру гоночные автомобили если они мне нравятся по своему дизайну есть такие машины у которых налеплено очень много декалей и сложно рассмотреть очертания настоящего автомобиля поэтому именно для себя выбираю те машины которые на мой взгляд более симпатичны еще раз повторюсь я вам для сравнения приготовил еще одну гоночную ладу только для кольцевых гонок от deepmodels мы можем посмотреть как отличаются уровни детализации у двух разных производителей и можно посмотреть на гоночное видение из журнальной серии культовые автомобили польши fiat 125 который конечно сильно уступает в плане проработки этому изделию от иксу и давайте распакуем коробочку посмотрим на этот экземплярчик поближе здесь коробочка стандартного размера она примерно такая же как у продукции minichamps и у иксу довольно стильный дизайн картонной коробочки она черного цвета с оранжевой полоской сразу бросается в глаза и на нижней стороне упаковки вы можете ознакомиться с информацией которая касается данного производителя модели изготовлены в бангладеше есть артикул по которому можно найти модельку в интернете и прототип 84 года уже говорил в предыдущем видеоролике автомобильчики из первой партии копировали прототипы 83 года и скорее всего иксу продолжит тематику советского автоспорта и возможно появятся другие схемы окраски тогда я тоже посмотрю если визуально они меня заинтересуют то возьму некоторые экземпляры в свою коллекцию модель поставляется на довольно стильной подставке под наклоном указаны гонщики которые выступали на этом автомобиле и в плане покраски эта модель чуть хуже чем первый вариант который вам показывал здесь есть небольшие сколочки на переднем спойлере но будем думать что это боевая классика и автомобиль получил повреждения когда участвовал в гонках опять же нет особого смысла обменивать эти модели и не факт что новая машинка которая придет на обмен будет лучше чем этот экземпляр все же это довольно сложное изделие в плане покраски очень много мелких надписей и опять же большая вероятность брака хотя по уровню проработки эти модельки намного лучше даже чем продукция от более премиальных брендов но опять же тоже есть мелкие недочеты которых бы хотелось не видеть отлично проработан кокпит есть каркас безопасности правда эта деталька из черного пластика стоит другое рулевое колесо и когда я делал обзор на первую модель то особо не замечал что здесь руль огромный по диаметру и я думаю на гоночном автомобиле он должен быть значительно меньше здесь видимо x немножко прокололся вполне хорошая панель приборов есть различные датчики также симпатичные спортивные сиденья сзади присутствует небольшой огнетушитель красного цвета нормальные зеркала заднего вида сами зеркальце здесь из тоненькой фольги правда она нанесена не очень аккуратно на крыше присутствует антенка и расположение этого элемента отличается от предыдущей модели там антенка была ближе к задней части автомобиля также присутствует спойлер на крыше и на крышке багажника на задних крыльях присутствуют декоративные шильдики с надписью 1000r на крышке багажника тоже есть шильдик вполне хорошая светотехника правда вид портят черные точки и еще один момент который мне не очень понравился задний регистрационный номерной знак здесь сделан черного цвета с белыми буковками и циферками а передний сделали белый и передний регистрационный номерной знак как должен быть по ГОСТу а задний почему-то сделали неправильно видимо или не нашли фотографии или что-то перепутали но опять же при желании можно распечатать номерной знак самостоятельно и наклеить поверх этой неправильной детали присутствует механизм для буксировки автомобиля также есть надпись lada окрашена задняя часть глушителя вполне хорошие колесные диски очень ажурно изготовлена сеточка центр диска сделан золотистый а оба сделали серебристого цвета единственное покрышки могли бы быть и лучше на мой взгляд они уже чем должны быть на настоящем автомобиле и опять же покрышка с довольно высокой боковой стенкой на гоночных машинах все же старались ставить более низкопрофильную резину еще один момент если вы попытаетесь прочитать имена и фамилии гонщиков то здесь тоже найдете опечатку вполне хорошо сделана передняя часть симпатично смотрится осветительная техника также наклеили 4 дополнительных фары единственное уже говорил в предыдущем видеоролике мне не очень понравилась решетка радиатора здесь довольно мало перемычек и такая решетка по дизайну больше подходит под ваз 2107 и на пятерках я такой решеточки ни разу не видел возможно она и существовала пишите в комментариях тоже кто знает стеклоочистители здесь сделаны из фототравления выглядит тоже вполне симпатично на капоте и на крышке багажника присутствуют небольшие замочки также выделены небольшие воздуховоды и черной краской обозначили систему очистки лобового стекла вы можете посмотреть на замочки крышки багажника и также на заднем стекле добавили небольшую табличку с буковками su soviet union давайте открутим этот автомобильчик от подставки посмотрим как у него сделана нижняя часть и днище точно такое же как на других гоночных ваз 2105 здесь иксу каких-либо доработок не делал и я предполагаю что на гоночных машинах все же присутствовала защита мотора и здесь как-то ее изобразили не очень правдоподобно и опять же вид портит кронштейн от фаркопа который также присутствовал на журнальной пятерке и семерке тоже сложно сказать зачем этот элемент сделали хотя бы на гоночной модификации могли бы его подправить но опять же особо он не бросается в глаза потому что у большинства людей модель будет храниться или на полке или в коробочке есть значок exo models указан прототип и масштаб 1 к 43 и стоили бы эти модели чуть дешевле можно было бы брать их как доноров чтобы перестанавливать колесики на другие машины волжского автозавода и давайте для сравнения покажу вам псевдо раллийный fiat который выходил в рамках польской журнальной серии здесь с гоночным автомобилем эту модификацию связывает только схема окраски салон абсолютно идентичен базовой модели обычные колесики точно такое же днище и согласитесь лада смотрится намного симпатичнее и опять же здесь добавили каркас безопасности немаловажная деталь для спортивных автомобилей и возможно это лично мое мнение но я считаю ладом очень идет спортивный костюм и вот эта машина по дизайну выглядит очень стремительно агрессивно и она смотрится более быстрой чем является на самом деле возможно это лишь мое мнение вы в комментариях можете написать согласны ли вы со мной или эти машины выглядят не так привлекательно как зарубежные аналоги и давайте покажу вам еще одну модель от dip models lada priora для кольцевых гонок тоже с расширенными арками эта модель стоила дороже но в принципе по уровню проработки она не намного лучше чем изделие от иксу и эта модель у dip из полимера машинка от иксу сделана классическим методом из металла и кстати эти машины отлично будут смотреться стоя рядышком на полке и кстати к этой ладе я нашел специальный прицеп и можно ее поставить на прицепчик правда нужен тягач и как раз сюда подойдет авиа в раскраске лада но такой машины пока что у меня нет в коллекции покажу вам просто торпан потому что у него есть фаркоп и тоже получается довольно интересная композиция пишите ваши комментарии что вы думаете о гоночных автомобилях lada 2105 у производителя иксу models есть ли какой-то вариант вашей коллекции какую модель вы решили приобрести если вам понравился этот видеоролик не забывайте поддержать его лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик если вы не сделали этого раньше чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео и можете заглянуть и подписаться на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на те модели которые я не демонстрирую здесь на сегодня это все пока 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 пока